Ребят, здрасте, это Шамшурин, на улице офигенская морозная погода, не совсем весеннее, но классно, солнышко и снежок. Вот, смотрите, это видео будет о том, что такое гибкое мышление, вообще о мышлении, насколько оно влияет на вашу жизнь. Очень коротко, да, то есть видео называется гибкое мышление, здоровое, либо многовариантное мышление, то есть это единственный правильный вариант отношения к жизни, восприятия жизни и вашего мышления, который вас куда-то приведет продвинет и так далее. Итак, что меня натолкнуло, я тут посмотрел некоторые комментарии под своими видео, посмотрел, что пишут чуваки, то есть люди пишут, ну, некоторые личности, я бы их назвал так, вернее, индивидуальности, да, личности им еще далеко, они пишут следующее, что ну, ходишь к психологу, значит, ты там какой-то странный и больной, у тебя проблемы, то есть это стереотип чистой воды, да, то что если человек, у нас страна такая, но она своеобразная, да, и у нас, если человек пошел на тренинг, значит, он пошел в секту, если человек, ну, опять же, есть же разные тренинги, да, если человек пошел к психологу или к психотерапевту, значит, он больной или дебил, то есть, а не потому, что он хочет самостоятельно, не видя какие-то косяки своего бытия, хочет разобраться, получить взгляд со стороны и так далее. Если человек, там один написал, товарищ, ты в этой майке блестящий, ну не в этой, я был в какой-то другой майке на тренинге, он написал, что ты в этой майке как гей. И по-моему, уже лет 20 назад этот стереотип должен был отвалиться, но, видимо, те города, в которых живут эти люди, там у них до сих пор 90-е. И получается, что люди очень узколобо и как-то стереотипно мыслят, очень негибко. То есть, если у чувака блестящая майка, значит он пидор. Если чувак ходит к психологу, значит он больной. Если человек, вот, кстати, еще одному своему клиенту, очень многим клиентам, у меня есть такая категория людей, которые каким-то образом умудряются в 30, в 35 лет, там в 20, в 25 лет, ну в основном даже постарше, жить со своими родителями, с мамками, да, то есть это удивительно. Это тот фундамент, о котором мы вот с Юрой разговаривали недавно в покатушках, эти покатушки я выложил в ближайшее время. И как бы фишка в чем, что мужчина, сука взрослый 30-летний мужчина, живет с мамой, да. Вот, то есть это вообще уму непостижимо. Понятно, что в этом виновата в первую очередь там мама, ну и он сам в том, что он не может осознать, что есть какая-то проблема, и с этим что-то начать делать. Вот, и на энергетическом каком-то ментальном уровне у него уже есть женщина, зачем ему еще одна женщина, да, то есть поэтому ему будет сложно найти себе девушку. Второй момент, если вы расскажете какой-то девушке, с которой вы познакомитесь, что вы живете с мамой, она подумает, что вы конченый, что вам маменькин сынок, что с вами что-то не так, как бы зачем ему мужчина, который в 30 лет живет с мамой. Вот, и самое интересное, что у этих ребят куча отмазок, они могут быть хорошими парнями пожить, но они все, как правило, очень мягкие, очень неконфликтные, а для мужчины все равно нужно иметь какую-то жесткость, нужно уметь быть готовым к конфликтам в хорошем смысле слова, не то, что там драться со всеми, а именно, ну, жизнь это некий конфликт, это борьба, да, то есть борьба за выживание, где нужно быть жестким, иногда нужно быть конфликтом, в хорошем, правильном смысле этого слова. Эти ребята все неконфликтные, все мягкие, все такие няшные, и с ними очень специфично работать на тренинге, потому что, ну, девушкам же все-таки хочется чувствовать мужчине мужской стержень. Вот. И в чем прикол, собственно говоря? То есть эти парни приходят, они считают, что все нормально. Я говорю, в конце концов, вы куда поведете девушку? То есть, ну, как бы даже если у вас сейчас появится девушка для секса, вы ее куда приведете? Скажите, мам, я привел там, это Таня, это Маша, это Юля, или что? Как вы себе это представляете? Вот. И многие из них даже не понимают, что это проблема, причем проблема большая. А про мягкость я не договорил, вот вспомнил, что хотел сказать, что фактически они находятся в положении ребенка. Где-то бессознательно, они все равно продолжают быть детьми, они не взрослые. А ребенку, конечно же, невыгодно быть конфликтным, ребенку нужно быть мягким, податливым, слушаться, что говорит мама, потому что ты от мамы полностью зависишь. В данном случае они не сепарировались, не отсепарировались, не отделились от своих матерей, они не выросли, и это большая проблема, потому что она очень сильно мешает жить на каком-то внешнем уровне. Вот. Кариночка, иди сюда. В общем, это, давай я тогда выйду, да, снимаю, ты садись. В смысле, я... Не, я вообще в процессе, сейчас, подождите секунду. Так. Сиди пока, грейся. Сейчас. Эй, 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 эй. Да, ребят, выгнали из собственного автомобиля. Ну, на самом деле, я могу и люблю снимать видео только тогда, когда меня никто и ничто не отвлекает, ни каких посторонних людей, там, или даже своих посторонних людей. Вот. Поэтому продолжу здесь. Значит, история следующая. И вот часто приходят такие типы, которые живут с мамами, да, хотя это удивительно, конечно. Но, как показывает практика, таких очень немало. И когда одному из таких товарищей недавно я посоветовал, как и всем таким людям я посоветовал, и сам ее читал несколько раз, эту книжку, Анатолий Некрасов, «Материнская любовь». Очень крутой, ну, я считаю, человек. То есть, очень интересно пишет. Там книжка из нескольких частей. Ну, по большому счету, про жизнь с мамой и про то, как это негативно влияет во всех смыслах слова. Там, ну, где-то в первой и второй части. Остальные части можете не читать. Они там для пенсионеров там и так далее. Вот. Ну, в общем, я порекомендовал человеку прочитать эту книжку с целью того, чтобы он понял еще раз, что о чем я ему говорю. Я ему все время рассказывал о том, что, ну, как бы с этим нужно что-то делать. Нужно переезжать, нужно то, нужно сё. Нужно становиться взрослым и в физическом, и в каком-то бытовом смысле. И в смысле, там, ментальном и энергетическом, в том числе, справляться от влияния мамы на тебя. Но человек так меня и не услышал. То есть, вместо того, чтобы почерпнуть оттуда пользу и забрать то, что я ему хотел там донести, он докопался до книжки, что автор такой-то, у него то-то, то-то, у него то-то, то-то. То есть, я вообще не понимаю, почему он пишет про это, про это, про это. То есть, человек, опять же, как-то помыслил только у скалопа с точной точки зрения, которая ему была удобна, чтобы не менять эту ситуацию. И, соответственно, вопрос негибкого мышления. К чему оно приводит? Оно приводит к тому, что вы многие ситуации жизненные воспринимаете только однобоко. Вас подрезал чувак на дороге, этот чувак пидорас, там, и так далее. Может быть, то есть, вы не думаете о том, что можно включить голову, нужно гибко помыслить. Может быть, человек опаздывает. Может быть, человек вас не видел. Может быть, человек вообще там стало плохо, у него там глаз заболел, он резко дернулся. Может быть, его спереди, и вы не видели, кто-то подрезал, и он был вынужден уйти от столкновения. Может быть, много чего. Может быть, может быть, может быть. И, в первую очередь, вам самим нужно мыслить не узколобо, а более гибко, более много вариантов, потому что, если вы будете мыслить узко, то вы будете сильно переживать, расстраиваться, злиться на этого чувака, у вас будет портиться настроение и так далее. Если вы себе скажете, хрен с ним, но тут еще, конечно, вопрос очень сильно завязан на вашем эго, которое у многих раздута до небес, хотя и у меня раздута до небес, но его надо в себе убивать. До разумных пределов, конечно же. Эго – это то, что мешает нам жить. Либо ситуация другая, что, не знаю, у вас не получилось подписать какой-то контракт по работе, и вы сильно расстроились. Вот, я неудачник, у меня не получается, в последний момент все срывается, бла-бла-бла. То есть, вы мыслите очень не много вариантов, очень узко. И, как правило, в негативном ключе. Если бы вы подумали более широко и много вариантов, вы бы могли сказать, что, возможно, что так лучше, потому что, может быть, там есть какие-то подводные камни, у меня были бы какие-то проблемы с этим контрактом, может быть, это какая-то тренировка, я еще пока не готов, и так далее, и так далее. То есть, если вы начнете себе объяснять, что есть еще другие варианты развития событий, не только то, что вы какой-то некомпетентный лох, то в этом плане вам самому будет проще. То есть, как это влияет однобокое мышление, то есть, вы расстраиваетесь из-за этих ситуаций, и это забирает у вас энергию, это вас, ну, портит вам настроение, и, соответственно, дальше, для того, чтобы действовать дальше, вам нужно будет себя как-то собирать, вытаскивать себя, там, иногда даже из депрессии, и это, конечно же, сказывается на всей вашей жизни отрицательно, то есть, вы не чувствуете счастья, вы не чувствуете радость. Вот. Как написано у Владимира Тарасова, мне нравится. Есть такая книжка, книга для героев Владимир Тарасов, то есть, там написано, что смысл всякой деятельности лежит вне ее пределов. То есть, если вы видите чувака в блестящей майке, и думаете, что... Вот, прикольная собака. Здорово, пес. Шабака. Шабака. Вам привет от собаки, ребят. Если вы видите парня в блестящей майке, и думаете, что он пидорас, то есть, вы очень не гибко мыслите. Вы же не знаете, почему он ее одел, зачем он ее одел. Может быть, он артист, может быть, он телеведущий, может быть, он детский психолог, которому нужно ходить в таких майках ярких, каких-то цветастых, чтобы дети на него реагировали намного лучше и так далее. То есть, вы никогда об этом не узнаете, потому что смысл еще раз всякой деятельности, всякого проявления, он лежит вне вашего видения, вне поля вашего зрения. И в чем еще косяк-то, собственно говоря, про вот это мышление я хотел сказать, что ваше негибкое мышление, оно очень сильно мешает вам в процессе общения с девушками, в процессе обучения, это в процессе пикапа. То есть, когда мы на наших тренингах даем какие-то задания, я слышу постоянно, слышите, она меня пошлет, она меня послала, она то, она сё, она третья, она десятая, она сто пятая. То есть, увы, мыслить очень негативно. И там чувак, например, приходит, говорит, я подошел к ней, я сказал ей там что-то, что-то, что-то. И девушка меня слила. Ну, наверное, потому что меня все сливают, потому что со мной что-то не так и так далее. То есть, ему выгодно думать так. То есть, для него это неэффективно и не полезно. То есть, девушка могла сказать нет и не дать телефон, потому что у нее есть молодой человек любимый, и ей не нужно портить с ним отношения. Может быть, ей не нравится блондин и брюнет, рыжий, кто угодно. Может быть, девушка не дала вам телефон, потому что, ну, у нее реально не было настроения. И дело не в том, что вы какой-то кривой или стрёмный, а потому что, может быть, не знаю, ей нечем платить кредит в банке, она идет и думает, как мне жить дальше, да, там, или ипотеку. Может быть, она лесбиянка, может быть, она... Да может быть, все что угодно, да. То есть, и, соответственно, когда вы начнете думать многовариантно, гибко, вы будете более здоровым, вы будете более счастливым, потому что тогда вас не будет, скажем так, сильно травмировать, не будут сильно травмировать какие-то жизненные обстоятельства. Вы будете к ним относиться по-другому, то есть, вы же сами понимаете, и везде это по сто раз написано, что сама по себе ситуация – это вещь нейтральная, да, то есть, она не имеет никакой эмоциональной окраски. Ну, случилось и случилось. Я об этом уже сто раз говорил. Умерла бабушка, все расстроились. А в другой семье умерла бабушка, все обрадовались, подумали, наконец-то старая тварь сдохла, потому что квартира достанется мне. По большому счету ситуация одна и та же, а люди отнеслись по-разному. Это вопрос их восприятия, вопрос их ценностей. Поэтому, если вы будете развивать, в чем мораль, развивать свое гибкое мышление, в частности, практикуя пикап, практикуя общение с девушками, что так темно, то это намного облегчит вам и избавит в жизнь, в принципе, избавит вас от вот этих микротравм, связанных с отказами, с многочисленными, с тем, что девушки говорят «нет, нет, нет», они периодически будут говорить «нет», то есть, если вы будете мыслить гибко, если вы будете думать «ну хрен с ним, это не значит, что она меня послала из-за того, что я какой-то лох», вам будет от этого счастье. Как научиться этому, ребята? Ну, достаточно непростой процесс, ну, один из самых простых вариантов, который можно попробовать, просто попробуйте каждую ситуацию теперь, которая с вами происходит, в частности, в пикапе, там, не знаю, не получилось взять телефон, не получилось на свидании что-то, не получилось там выставить отношения, попробуйте как минимум пять причин или пять версий найти, кроме той, которая есть в вашей голове первично. Кроме того, чтобы думать «вот, потому что я там лошара, потому что у меня всегда они получают, я им не нравлюсь, они меня посылают», попробуйте сознательно заставить себя найти еще раз, говорю, пять причин, почему вообще могла девушка вот так поступить с вами. И вам будет намного проще, ребят. Ну и, конечно же, этому мы будем помогать на моем тренинге «Практика», который стартует 28 марта, ждем только вас, ссылка под видео, записывайтесь с 28 по 31 марта, я лично буду вместе с вами делать эти практические задания, упражнения, и мы будем вас прокачивать. Это был Шамшурин, мыслите более широко, мыслите многовариантно, гибко, и это единственное здоровое мышление. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok